Дорогие девочки, я сейчас нахожусь в магазине DNS Shop и решила снять для вас основные принципы выбора утюга. И прямо сейчас проведу такой небольшой обзор всех этих утюгов, расскажу как выбирать и почему 90% этих утюгов нам не подходит. Итак, первый параметр это смыкаемость пластинок. Давайте сразу смотрим. Вот здесь у нас в идеале должны полностью смыкаться пластинки. Вот здесь они тоже у нас полностью смыкаются. Вот, у большинства утюгов, которые вы увидите, пластины будут смыкаться не полностью. Это будет давать неравномерный прогрев пряди и накручивать у вас не получится. Итак, следующий параметр это терморегуляция, то есть регуляция температуры утюга. В идеале, чтобы она была от 120 до 200 градусов. Я в основном работаю 120, 140, 160. На 180 редко поднимаюсь. Если у утюга только температура 180 и 220, этот утюг буквально за несколько накруток убьет ваши волосы. Следующий параметр это дизайн самого утюга. В идеальном мире утюг должен быть максимально минималистичен для того, чтобы было скольжение волоса по поверхности утюжка. Если у утюга есть куча каких-то вот этих зазубринок, непонятных выступов пластмассок, то опять же будут цепляться волосы и накрутка будет не такой комфортной и не такой приятной. Даже вот здесь вот внутри тоже нужно смотреть, чтобы особо ничего не цеплялось. И последний параметр я скажу сейчас сразу, что по первым трем вот эти два утюжка мне идеально подошли. У них идеально сходятся пластины, есть регулировка температуры, хороший дизайн, все круто. Но я сейчас смотрю на состав вот этого полотна. Здесь полотно у нас зеркальное и на него возможно будет очень сильно нагарать стайлинг. То есть если вы будете перед накруткой использовать какой-то уплотняющий стайлинг или лак или еще что-то, может быть какие-то термозащиты с фиксацией, то у вас вот это зеркальное полотно в итоге все будет облипать стайлингом. Здесь антипригарные пластины, тут хорошее такое покрытие, которое будет очень удобно чистить. Поэтому вот из этих двух вот этот утюжок мне нравится больше. И плюс еще здесь ходячие пластины. Смотрите, то есть пластина она вот так вот двигается. Это тоже будет улучшать работу. То есть у вас будет при каких-то малейших поворотах немножечко двигаться пластина и при этом не будут выпадать волосы из утюжка. Это очень круто. То есть если двигается пластина, то это хорошо. В общем, ширина пластины, кстати. Да, еще один момент. Смотрите, чем пластина уже, тем круче будет завиток. То есть для девушек с более короткими волосами я брала бы максимально узкую пластину. Если пластина у нас более вот такая вот широкая, то завиток будет уже не такой упругий и крутой. То есть будет совсем-совсем легкая волна. Вот, в общем, по всем параметрам на самом деле мне подошел только вот этот вот утюжок Remington S3700. Он мне понравился больше всех. Вот, у него плюс еще даже провод вот так вот вращается. В общем, I recommend. Думаю, даже как-нибудь возьму на тест и попробую его. Все, всем хорошего дня. Выбирайте стайлеры с любовью. А я с радостью научу вас создавать локоны на утюжок.